Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин, мы с вами на портале exeget.ru, и сейчас мы с вами поговорим об одной из неканонических вставок в канонические книги Ветхого Завета. Как вы знаете, в православных изданиях Библии есть дополнительные 11 книг, которые мы называем неканоническими, но кроме вот этих неканонических книг есть еще неканонические дополнения в канонические книги, то есть обычная каноническая книга, и в ней есть что-то добавленное, и то, что не входит в иудейский канон. И такие неканонические вставки или дополнения есть во второй книге Паралипоменон, они есть в книге Иова, они есть в книге Сфирь, они есть в книге Даниила, и вот сейчас мы с вами поговорим про такую неканоническую вставку или дополнение, которая находится в псалтире, это так называемый 151-й псалом. Каноническая часть псалтири содержит в себе 150 псалмов, и есть еще один дополнительный псалом, который печатается только в православных изданиях Библии, его нет даже у католиков, которые тоже признают дополнительные книги, он есть только у нас. Более того, иногда его даже не нумеруют, просто особый псалом, 151-й. Значит, этот псалом находится в конце и служит своего рода заключением всей псалтирии. Давайте мы сначала разберемся, что в нем написано, а затем поговорим, кто его написал, когда написали и как до нас дошел этот псалом. Итак, я буду читать его по синодальному переводу, который сделан с греческого, потому что это неканоническое дополнение. Псалом написано первого лица, и речь идет о Давиде. Здесь все очень понятно, потому что здесь явно автор рассказывает историю Давида. Итак, я был меньше между братьями моими и меньше в доме отца моего, пас овец отца моего. Если вы читали первую книгу царств, то вы прекрасно знаете, какая была история Давида, когда он еще не был царем, и даже более того, не оказался во дворце. Он был младшим сыном, седьмым сыном Иесея. Вот фраза о том, что он был меньший, это, во-первых, можно понять, как и то, что он был младший, но можно еще понять, что он был еще и маленького роста. Так ли это или не так, священное писание нам не говорит, но то, что он был самым младшим, это точно. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь. Для нас более известен, конечно, Давид как псалмопевец, и здесь об этом говорится, что он играл на музыкальных инструментах. Кто и кто возвестил бы Господу моему? Сам Господь сам услышал меня. Какова была бы участь Давида в дальнейшем, если бы его не избрал Господь? Ну, семь братьев, они бы получили свои наделы, так как их много, то наделы были не очень большие, и Давиду бы досталось совсем-совсем немножко или вообще ничего из земли. То есть, в дальнейшем это просто очень-очень скромное существование. Скорее всего, даже это бедность. Но Господь вмешался в историю Давида, и он послал вестника своего, и взял меня от овец от самого, и помазал меня и леем помазания своего. Как вы помните, Господь отверг Саула, избрал другого человека, направил пророка и судью Самуила в дом Иесея, и в этом доме Давид был помазан. Братья мои прекрасны и велики, но Господь не благоволел избрать из них. В данном случае братья прекрасны и велики. Здесь можно понять еще то, что они просто выше или больше Давида. Значит, как вы помните, как происходило это избрание. Иесей приглашает по очереди своих сыновей. Они заходят, и Самуил думает, что вот этот будет будущим царем, потом этот, этот, этот. И когда вроде сыновья закончились, шесть человек прошло, и вдруг вспомнили, что был еще один Давид, и вот его только тогда пригласили, и Господь избрал. Избрал, и Самуил его помазал. Следующий стих. Я вышел навстречу иноплеменнику, и он проклял меня идолами своими. Ну, здесь тоже все знакомо. Идолы. Идолы – это боги Филистимлин, а иноплеменник – это Голиаф. Но я исторгнув у него меч, обезглавил его и избавил сынов Израилев от поношения. Здесь тоже продолжается та самая история, которая известна, она известна даже людям, которые даже Библию не читали, потому что это, когда говорится, о Давиде, то всегда вспоминают вот именно эту историю, его победу над Голиафом. Картины, статуи, там, мультфильмы, книги. Пожалуйста. Вот. Здесь не говорится о том, что Давид победил Голиафа с помощью прощи, он убил его камнем. Здесь подчеркивается, что он убил его его же мечом. Здесь стоит так вспомнить толкование, которое давали святоотеческие экзегеты, вот этого момента, когда Давид отрубает голод Голиафу. И здесь понимается как прообразы. Давид выступает как прообразом Иисуса Христа, Голиаф, как прообраз дьявола или вообще сил зла, сил греха, а меч, который принадлежит Голиафу, это крест, и с помощью креста побеждается дьявол. То есть текст очень понятен, особо тут объяснений и толкований не надо. Кто же был автором этого псалма? Все толкователи, все исследователи сходятся во мнении, что это был не Давид. Почему? Евреи собирали, сохраняли псалмы, которые принадлежали Давиду. И мы имеем эти псалмы. Около 70 псалмов приписывается в псалтире Давиду, и вдруг какой-то псалм вдруг бы исчез. Ну, не потеряли бы псалм, который написал бы Давид. Ну, слишком великий автор. Поэтому исследователи считают, что этот псалм был написан человеком, который жил уже после Давида. Теперь стоит вопрос, где и когда? И вот тут есть тоже большая сложность, потому что где этот псалм был написан, не совсем понятно. Я чуть попозже скажу о языке. Когда? Вот здесь мы можем обратиться к древнегреческому переводу Ветхого Завета, который возник еще до Рождества Христова. Этот перевод называется перевод Септалагент или перевод Семидесяти Толковников. Вот в переводе Семидесяти этот псалм уже есть. А в еврейском тексте его нет. Перевод Семидесяти возник, начиная с середины третьего века. Поэтому исследователи считают, что этот перевод возник, вернее, текст был написан после третьего века. Где-то либо в конце третьего века, либо во втором веке. Ну, такой большой промежуток, потому что текст не позволяет нам понять, когда же это было написано. Теперь вопрос, на каком языке был написан этот текст. Значит, у нас до середины двадцатого века существовал только греческий текст. И поэтому некоторые исследователи считали, что он и был сначала написан на греческом языке, соответственно, он был написан в Александрии, где было много евреев, которые перешли на греческий язык, где потом возникла Септалагента. То есть это было написано сразу на греческом и написано в Александрии. Но в середине двадцатого века, в 1956 году, в Кумране, надеюсь, вы знаете, что Кумран – это место, в котором были пещеры. И в этих пещерах нашли древние свитки, которые относятся к промежутку между где-то вторым-первым веком до Рождества Христова и первым веком после Рождества Христова. И вот там, в этих пещерах нашли свиток, в одиннадцатой конкретной пещере нашли свиток, в котором находилось сорок канонических вот этих известных псалмов и семь неканонических. В том числе там было два псалма, которые представляют собой части вот этого 151-го псалма. Они немножечко больше, эти псалмы, там дополнительная информация. Но если посмотреть на еврейский текст и сравнить его с греческим текстом, то видно, что они совпадают. И поэтому появилось мнение, что, скорее всего, существовало сначала два псалма, первая и вторая части. Потом они были соединены, сокращены, и получился 151-й псалм. Кто это сделал, когда это сделали, тоже остается вопросом. Хорошо. Теперь про то, как до нас дошел этот псалм. Этот псалм существует в разных рукописях. И что интересно, что святые отцы практически не касались этого псалма. Почему? Потому что они считали, что его достаточно прочитать, и все здесь понятно. Святые отцы, когда толковали священное писание, они использовали разные методы и часто не прибегали не буквальным методом, когда возникали трудности. Но если псалм или какой-то текст был понятен, то этот просто отрывок пропускали и подразумевалось, что любой человек, обладающий разумом, верой, может прочитать этот текст, и ему все будет понятно. Поэтому у святых отцов толкования этого псалма особо нету. Если только там упоминается, что вот он был, и он говорит о Давиде. Все, больше ничего не толковали. Мы с вами разобрали 151-й псалм, неканонический псалм, который находится в псалтире. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами были на портале exoget.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.